Смирно! В Питере они проучились два года, а на третьем курсе оказались в Ярославле. В чем-то условия здесь даже получше. Там девушки жили в общей казарме, а здесь у них светлые, удобные комнаты на троих. И везде образцовый порядок. Мумочка хранится только то, что установлено, уставом положено. Есть статья, которая просит о том, что должна храниться. А уставом косметика положена? Никак нет. Об косметике в уставе ничего не сказано. Армейская служба приучает к дисциплине. Здесь все строго, но без фанатизма. Маленькие девичьи радости в виде плюшевых игрушек, цветов и любимых фотографий строгой казарме добавили уюта. Но одежда и обувь форменные, и даже тапочки защитного цвета. В комнате отдыха живой уголок, где живут черепашки и рыбки. И все-таки к новому месту дислокации девушки привыкли не сразу. Руководство прикладывает все усилия, чтобы мы адаптировались. Посещаем достопримечательности города Ярославля. Ходим на футбол, на стадион Шинник. Мы даже сами играем, нам это очень интересно. По биографиям курсантов можно изучать географию страны. Все из разных городов и висей. Волгоград, Астрахань, Архангельск, Иркутск. Анна Чеботарева родом из знаменитой Прохоровки. Место одного из главных танковых сражений Великой Отечественной. Возможно, героическая история Малой Родины повлияла на ее выбор профессии. Каждая женщина в своей жизни и в своей судьбе для себя расставляет приоритеты, что для нее важнее. И как бы каждая из нас выбирает сама себе путь. Ничего сложного или препятствующего для того, чтобы женщине быть военнослужащей, я не вижу. Впрочем, каждая из девушек шла своим путем к военной службе. Подружка. Она меня как бы агитировала на выбор военной профессии. То есть мы с ней после школы сходили в военкомат. В итоге получилось, что я поступила, а она нет. Это была мечта с детства. У меня как бы все в роду военные. И я очень сильно хотела поступить военно. И я целенаправленно шла на это. Учеба в военном вузе требует от девушек и хорошей физической подготовки и способности к постижению точных наук. Физики и математики здесь предостаточно. Однако, как сложится в дальнейшем их судьба, найдется ли им место в современной российской армии, пока никто точно не знает. Впереди еще три года учебы. И сами девушки настроены оптимистично. Вот если честно, будущее, оно сейчас всем нам представляется очень туманным. Вооруженные силы переживают достаточные перемены. Но ведь проблемы для того и созданы, чтобы их решать и не бежать от них. Поэтому мы уверены, что со всем справимся. И армия переживет те перемены и проблемы. По крайней мере, мы надеемся на лучшее. На территории училища редкая для России статистика. На одну девчонку здесь приходится больше сотни ребят. Представительницам прекрасного пола в форме такой расклад по душе. Ребята относятся к девушкам с большим уважением, а порой даже дарят цветы. От курсантов хорошее отношение в нашу сторону. И общаемся, также дружим. Ну, естественно, они нас воспринимают как больше девушек, а не курсантов. Но когда мы бегаем вместе с ними в единую полосу препятствий, то они говорят, вам можно памятник при жизни поставить. Нет, не докучают. Очень даже нравится. Столько внимания. Такого внимания на гражданке нет. Нет. Строевая подготовка – еще одна непременная дисциплина в военном вузе, с которой девчонки тоже отлично справляются. Нина Свечникова, Михаил Орлов, городской телеканал.